Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Полтора миллиона рублей в месяц. А также в Санкт-Петербурге, Ханты-Бансийском автономном округе и в Тюменской области по миллиону. Кировская область. И в числе пяти регионов, где у богачей самый скромный доход в месяц, наиболее состоятельные жители области зарабатывают в среднем 317 тысяч рублей. Программа Экономика. Кировчане стали чаще брать кредиты на подержанные машины. Это отмечают в кировском филиале ВТБ-24. Выдачу кредитов они увеличили на 60%. Новые авто более чем в половине случаев приобретаются по программам льготного автокредитования. Средняя сумма займа – полмиллиона рублей. На подержанные машины приходится 12% от общего количества автокредитов и сумма выданных средств выросла в пять раз за год. Увеличение интереса к машинам с пробегом эксперты объясняют ростом цен на новые автомобили и расширение предложения на вторичном рынке. Экономика. На 101 ФМ. Область распродает имущество госпредприятия. Обслуживание медтранспорта организации ликвидируется. Аукцион состоится 23 июля. На торги выставлены 11 единиц техники на 400 тысяч рублей, пишет навигатор. Финансовое состояние предприятия в последние три года оценивалось как нестабильное. Росли убытки. КСП признала деятельность КГУПа неэффективной. А директор его попал на скамью подсудимых по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Он за деньги пообещал представителю строительной компании согласовать проект сокращения санитарно-защитной зоны для проектирования многоквартирных домов. Экономика. К другим новостям. Области забирают деньги на помощь безработным. Регион вернет в федеральный бюджет более 70 миллионов рублей. Они были предназначены на выплаты гражданам, состоящим на учете в службе занятости. Но из-за сокращения числа безработных денег на это теперь требуется меньше. Возврат будет оформлен поправками в бюджет Кировской области. Их Заксобрание рассмотрится на июльском заседании. Экономика. На 101 ФМ. Налоговая получит новый инструмент борьбы с уклонением от расчетов с бюджетом. Госдума приняла в третьем чтении законопроект ограничивающие основания, по которым налоговики могут отказать налогоплательщику в уменьшении платежей. Формальные ошибки в документах или неуплата налогов не будут считаться поводом для претензий. Но снизить платежи, исказив факты о хозяйственной деятельности или объектах налогообложения, не получится. В Кировском управлении налоговой службы отмечают, что это станет способом борьбы с фирмами-однодневками и формально правомерными способами для ухода от налогов. Сейчас споры о необоснованной налоговой выгоде составляют почти половину дел между бизнесом и налоговиками. Оспариваемая сумма по таким делам в этом году – 200 миллионов рублей. В большинстве случаев решение выносится в пользу налоговой. В Киров чаще всего едут по делам. К такому выводу приходят в Кировстате. Там изучили посещаемость кировских гостиниц и хостелов, а также цели визитов гостей. В течение прошлого года в кировских гостиницах останавливались 220 тысяч человек. Более половины из них приезжали сюда в деловых и профессиональных целях. Иностранцы составляют примерно 2,5% приезжих. Три четверти зарубежных гостей посещают Кировскую область не ради отдыха, а в деловых целях также. Напоследок, коротко, несколько цифр. 16,5 тысячам кировчан в этом году запретили выезд за рубеж из-за долгов. Шесть чиновников вели бизнес. Коррупционные нарушения выявила прокуратура в этом году. Налоговыми каникулами воспользовались 115 индивидуальных предпринимателей. Они сэкономили 8,5 миллионов рублей. В завершение валютах доллар на сегодня 60 рублей 18 копеек. Евро 68,81. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.